Вопрос, который не решен, и мне даже болельщики задают вопрос. Все-таки, что с задачей на сезон? Переформулируйте, потому что все поняли так. Вы заходите без задач на сезон, и главное, деньги освоить, и все. Ну, фактически, да. Привет! Накануне защитник Александр Никишин подписал новое трехлетнее соглашение со СКА. Из России он теперь может уехать не раньше 2024 года. Ну что ж, отличное решение всех сторон. Совсем недавно прошла пресс-конференция руководства Салавата Юлаева, и многим болельщикам не понравилось, что перед клубом не поставлены конкретные задачи. Я встретился с генеральным директором Ренатом Башировым, чтобы он все прояснил. Я просто хотел действительно избежать дежурных фраз. И быть, так сказать, в тренде в таком, не очень хорошем, это никакой не маневр от ответственности в будущем. В том плане, что если я вот, да, был там неопределен в определении задачи, или выразился не так. Конечно, мы сами перед собой ставим максимальные задачи. Ну, действительно, когда есть фундамент у команды, она себе всегда ставит задачи, исходя из того, сколько у нее есть средств, какие у нее трансферы и так далее. Здесь мы действительно пока вот такого фундамента, мы его не ощущаем. Мы как бы уверены, конечно, в нем, да. Знаем, но прогнозировать, какая будет синергия между теми игроками, которые сейчас у нас остались, и новыми игроками, которые прибыли, сложно сейчас что-то прогнозировать. Вот это я хотел только сказать. А так мы, конечно, будем биться. Это же не значит, что вы лишь бы прошел чемпионат, а потом новых игроков подпишем. Это же не будет такое, что вас не будут беспокоить поражения, победы. Нет, конечно. После завершения сезона такие мысли у меня были. Знаете, я предлагал руководству, что давайте вот с чистого листа начнем. Не нужно требовать с нас максимальных задач. Мы просто сейчас будем 2-3 года строить новую команду. И позвольте нам взять на себя риски. Риски, которые в конце сезона вы нам простите, ну так образно говоря. Но здесь мы сами поставили себе иные задачи в межсезонье, когда видели, как команда готовится, и мы видели, какие у нас возможны будут трансферы. И на сегодняшний день мы не можем сказать, что у нас состав такой неопределенный. Мы четко знаем, что мы в этом году добьемся максимального результата, который от нас хотят болельщики. Хотим. Но в 11 попадете в конференцию? Я не помню, мы сейчас в каком рейтинге, в предсезонном рейтинге вообще, в различных. Но вплоть, по-моему, мы там есть. Ну, главное, чтобы вы попали в число первых 11 в Восточной конференции. Я вот бы такую задачу сформулирую. Это гарантирует плывок? Я просто сейчас не знаю, какой регламент. Кстати, он принят. Смысл? Ну, может быть, с конца вы 8 начинаете. Ну, вы же все понимаете. Да-да-да. Накануне вратарь Акбарса Амир Мефтахов сыграл на ноль во встрече против Локомотива. Кажется, что в Казань Антон Худобин не доедет никогда. Московская «Динамо» официально попрощалась с нападающим Михаилом Фисенко. Никто меня не переубедит в том, что он пострадал из-за пропуска лагеря развития. Ранее из-за этого ушел Даниил Тарасов. Уволили Фисенко, пропустившего сбор. Я видел, видел твое интервью. А Кудышов говорит, что что-то там было. Пусть Алексей говорит, что он хочет. Я промолчу. А про какие-то там интимные вещи он там что-то говорил, я так и не понял. А интим может? Ну, вот увидишь, что он уже говорил. Какие-то были между, не между. Ну, ему виднее, значит. Ну, вот смотри, Фисенко пропустил сбор и ушел. Леш, закономерность, значит, какая-то в этом есть? Или нет? Или человек говорит, что там, ну ладно. В общем, сидя. Как вы уже поняли, я в Казани. Здесь, помимо хоккейного турнира, прошел и форум Танека, на котором обсуждаются важные вопросы. Я, например, искал Михаила Сергачева. Вы Сергачева, да? Где Сергачев? Можно познакомить меня с ним? Я могу познакомиться с агентом. А дальше он может добавить вас в чат. С Михаилом Сергачевым, и там уже можно пообщаться. Нет, а вот он сейчас здесь сидит, Михаил Сергачев. Все вроде договорили. Ну, вроде бы где-то вот в первых редактах. Там, да, где-то, да? Миша? Нет. Миша? Форум Танека начался с курьеза. Организаторы анонсировали выступление Михаила Сергачева, но сам защитник Тампы остро отреагировал на это. Он начал скандал, обвиняя менеджеров, что они хотят попиариться на его имени. Были разборки, где стороны демонстрировали скринопереписок. Было очень тяжело уследить за тем, чем все закончилось. Вы сейчас проводите модератор на Танека форуме, да? Михаил Сергачев хорошо выступил. Вы знаете, к нему вопросов не было. Вопросов не было, да? Никаких вообще. Ничего лишнего не сказал. Все очень четко, ясно. Без вопросов. На форуме можно было узнать много интересного. Например, почему Авангард ТВ лишился ведущего. Почему ты из Авангарда ушла? Клуб переехал в Олзг и предложил мне поехать в Олзг. И я отказалась, потому что я поступила в университет, в ГИМО, и осталась в Москве. Это первая причина. Вторая причина – моя семья в Казани. И я здесь бываю очень часто. Поэтому я решила остаться в Москве и в Казани в том числе. Бросила Авангард, да? Нет, не бросила. Я поддерживаю клубы и буду поддерживать дальше. Но это не вопрос денег? Нет, вообще нет. Абсолютно. Это вопрос больше того, что я выбирала между поехать в Омск, жить там и учиться дальше, возможно, что-то поменять в жизни и видеться с семьей. А вижусь я крайне редко с семьей. Сергачева не видела здесь? Нет, не видела. Здесь Сергачев должен быть просто. Нет, не видела. А, Сергачев. Кроме того, на форуме анонсировали создание медиалиги по хоккею наподобие той, что есть в футболе. Это странно. Денис, а вы верите в медиалигу хоккейную? Да. Почему? Потому что есть футбольная, почему-нибудь хоккейная. Совершенно другой вид спорта. Слишком дорогой, слишком травматичный и специфический. Надо уметь кататься на коньках. Как минимум, да. А еще желательно клюшку держать в руках. Нет, ты знаешь, на самом деле, я думаю, что это не будет то, что происходит сейчас в футбольной медиалигой. Это будет другое. Футбольная медиалига – это такой реальти большой. Хоккейная, если будет медиалигой, мне кажется, будет что-то другое. Я пока не могу даже облечь эту форму, потому что разговор идет о том, что это будет 3 на 3. И о том, что это будет больше селебрити, чем бывшие футболисты, которые играют сейчас в этой медиа, а блогеры снимают на камеру. Я думаю, что все ошибки первого сезона будут учтены при создании хоккейной медиалиги. И, кстати, это даже хорошо, что идет второй – хоккейная после футбольной. Вечером же состоялся хоккей. Акбарс выиграл у Локомотива 2-0, а Дмитрий Когарлицкий объяснил, почему пока не идет в большинстве. Чуть-чуть, кажется, большинство не идет, хотя я знаю, вы на тренировках очень много занимаетесь им. Очень много. Да, ну, что-то долго не играли, сейчас такая пауза длительная была. Немножко и лед, надо привыкнуть. То есть мы сейчас только начали тренироваться, все равно на базе проходил. В общем, в целом будем разбираться. Сейчас завтра опять сядем, будем смотреть. Что-то где-то прослеживается, но немножко сейчас я… Ну, видим, чем можно исправить нормально. Почему говорят, что главная проблема в том, что вы не играете, именно игровой ритм, это они… Ну, вот давно не играли, надо немножко вкатиться все равно, когда там игра за игрой идет, где-то тут нарабатываешь, где-то что-то меняешь, добавляешь. И уже сегодня надо было просто изменить его, поменять и начать играть по-другому. А мы… Ну, не хватает этого игрового ритма, правильно Савадик сказал. Сейчас немножко подвигаем, завтра посмотрим, что-то изменим, что-то добавим. Нормально, время есть еще до чемпионата, все равно еще достаточно, чтобы что-то исправить. Видели, какой нос у Дмитрия? Таким получился день в Казани, а я все-таки нашел Сергачева. Если в этих буквах Сергачев, вот если можно выложить, то найти Михаил Сергачев. Все три клуба системы Авангарда проиграли свои матчи. Особенно унизительным получилось поражение Авангарда. Северсталь вела в счете 4-0, но потом дала возможность отыграть две шайбы, чтобы в Омске сильно не плакали. И последнее. Амур. Растор-контракт с нападающим Артемом Антиповым. В прошлом сезоне он 33 раза отличился за игру. И новый контракт предложили Павлу Махановскому, у которого всего 4 шайбы в Ханты-Мансийске. Это что, запрет на голы в Хабаровске? До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Сколько ты попросил за 2 минуты 15 секунд в Сибири? Минимум 50 миллионов. Ну, это нормально, по идее. Ну, слушай, сейчас инфляция такая.